МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если раньше мы создавали инвестиционный климат для предприятий, для компаний, для заводов, то сегодня нужно говорить о том, что мы должны создавать инвестиционный климат для конкретного человека. Потому что именно он будет основной добавленной стоимостью в экономике региона. Потому что именно человек, небольшая группа людей может создавать какие-то инновационные технологические решения в цифровой экономике, в телемедицине, в образовании. То, что сегодня может быть конкурентоспособным на глобальном рынке. Очень отрадно, что сегодня как-то многие руководители субъектов говорят о деленной экономике, об энергосбережении. То есть мы уже хотим использовать в строительстве какие-то экологические нормы с точки зрения утилизации мусора, мусоропереработки, какие-то тоже инновационные технологии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проект, который мы сегодня реализуем с субъектами Российской Федерации, с Министерством строительства Российской Федерации, это магазин верных решений, лучшие социально-экономические практики субъектов, которые доказали свою эффективность, получили подтверждение от федеральных ведомств. И, по сути, сформирована такая типовая модель, некий стандарт. Вот каждый проект, который любой субъект у себя на территории может сегодня реализовать. С абсолютно таким доказательным, предсказуемым результатом и эффектом. Сегодня мы представили в этом магазине 30 практик в сфере ЖКХ, водоотведения. Там есть практики представителей регионов, которые сегодня на форуме. Это Тульская область, Московская область, Краснодарский край. Я думаю, что этот проект будет очень интересен для субъектов. Мы предполагаем расширять линейку таких отраслевых моделей. У нас будет такая модель в сфере туризма, развития туризма. У нас очень много социальных практик, которые связаны тоже с медициной, с образованием, социальным обслуживанием. И очень важно, что это работает на местах. И очень важно, что федеральное ведомство сегодня подключается для того, чтобы на федеральном уровне тоже обеспечить внедрение таких решений. Один из примеров российской практики, кто такой социальный предприниматель. Команда, две молодые женщины, сами мамы, столкнулись с тем, что в детский садик пока не могут устроить ребенка до 3 лет. Ну, как бы, няня, ну, не всем доступно на вот постоянный, да, такой режим. Ребята придумали, девушки придумали проект «Дом для мамы», когда создается пространство, которое оборудуется, ну, какими-то первой необходимости, так сказать, ну, там, оргтехника, оборудование для выпечки, там, изготовления кондитерских изделий, оборудование, которое связано, ну, там, с пошивом одежды, да, ну, вот, какой-то. И игровые зоны для ребенка и, по сути, няни, которые в это время могут присматривать за детьми. Мне кажется, это такой тренд, это становится модным, когда человек хочет не только заработать, но и хочет сделать что-то интересное, полезное для других людей. Будет подписано соглашение с Федеральным Центром по развитию образования и тоже рядом субъектов, это вот наши детские технопарки «Кванториумы», которых становится, у нас, по-моему, в этом году уже порядка, там, 30 площадок, и мы надеемся, что тоже по франшизе присоединятся уже действующие площадки системы доп. образования с точки зрения методологии, концепта работы площадок, а также программ, которые там сегодня доступны будут детям в максимальном количестве субъектов и не только в столицах регионов. Это очень важно, чтобы в муниципалитетах, в небольших населенных пунктах была возможность по этим методикам реализовывать все эти проекты, чтобы там любой ребенок смог получить дополнительное образование по интересным, интересующим его направлениям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова